Так, ребята, продолжаем искать уличный режим с помощью удержания кнопок. И удерживаем плюс и блютуз. Теперь удержим плюс и блютуз. Теперь пытаемся включить уличный режим плюс и блютуз. Включаем так называемый уличный режим плюс и блютуз. Ну и для самых упоротых подписчиков, естественно, я проверю это еще и на колонке JBL GO. Привет всем! Немного поговорим на примере колонки BOMBOX о режимах, а именно минус и блютуз, плюс и блютуз, плюс и коннект. Сразу вас хочу предупредить, что я не призываю использовать эти режимы ни на одной колонке JBL, так как они могут привести к поломке вашей колонки. И если вы это будете делать только на свой страх и риск, есть режим зажимания минус и блютуз. Именно надо обратить внимание, что сначала нажимаете минус, потом блютуз, держите 10 секунд и снимаются все ограничения, колонка делает сильные перегрузки. Чтобы отключить эту функцию, необходимо выключить и включить колонку. И тогда все будет работать как надо и можно будет воспользоваться кнопкой уличный или домашний режим. Я на самом деле этой кнопкой не пользуюсь, потому что на уличном режиме колонка играет тише и баса у нее становится меньше, а на домашнем режиме звук более приятный. В группе ВКонтакте в одной прочитал то, что надо удерживать плюс и кнопку коннект. То есть надо удержать, нажать сначала плюс, потом коннект, 10 секунд. И получилась очень интересная фигня. 10 секунд я эти кнопки держал, колонка выключилась. Сначала загорелись эти две кнопки белого цвета и потом она выключилась. Потом я ее пытался включить, она не реагировала никак, никакие кнопки, ничего я не включала. После этого я подключил колонку к зарядке и колонка включилась сама. У нее загорелся индикатор, вот этот, который сейчас светится голубым цветом, он загорелся белым. И колонка не подключалась к телефону. Я пытался сжать блютуз и она не искала блютуз, то есть я не мог подсоединиться к телефону. Все, что я смог сделать, это снова же удержать кнопку плюс и коннект 10 секунд. После чего колонка выключилась и включилась уже с огоньком синего цвета. И она опять автоматически подключилась к телефону и работает как прежде. Если вы хотите где-то оставить свою колонку и чтобы никто ей не пользовался, то удержите плюс и коннект 10 секунд. Колонка выключится, после чего ее включить будет невозможно, никто не сможет ей пользоваться. Вы ее подключите на зарядку, после чего снова же никто не сможет ей пользоваться, если не будет знать, что надо делать. После подключения на зарядку надо плюс и коннект удержать 10 секунд и колонка будет опять работоспособна. Так, ну а теперь мы это все протестируем на практике. Я взял колоночку JBL Charge 3 для того, чтобы никто не писал в комментариях, типа это работает только на бомбоксе и на других колонках все это не так. Типа на других колонках есть там какой-то уличный режим фантастический. Давайте сейчас мы его проверим. Буду на ваших глазах удерживать тут все кнопки подряд и проверим, как будет меняться звук. Начнем с классического звука. Я только включил. Вот так он звучит. И первым делом мы испытываем самое простое, это минус и Bluetooth. Вот загорелись две лампочки, кнопка включения и кнопка Connect. Теперь включим такой режим, который убирает все ограничения по громкости и по басу. Ну вот, видно, да, играет он теперь очень громко и искажения идут из динамиков и очень сильно пляшут боковые мембраны. Чтобы этот режим выключить, выключаем колонку, включаем колонку обратно. Она подключилась. Теперь стоит стандартный режим обратно. И нам надо теперь проверить так называемый уличный режим, который мне в последнее время часто пишут, плюс и Bluetooth. Давайте сделаем это. Вот, еще раз проверим, как колонка звучала в стандартном режиме. Так, и удерживаем плюс и Bluetooth. Вот, колонка показала нам две лампочки. Включение и Connect загорелись. И колонка выключилась. Теперь все говорят, надо включить и будет уличный режим. Нажимаем Play. Вот, подключаем колонку. Включаем ее назад. Теперь должен быть стандартный звук. И мы видим, что нет никаких изменений от того, что я удерживал плюс и Bluetooth. Изменения только были, когда я удерживал минус и Bluetooth. Так, теперь проверим следующее. Будем удерживать плюс и кнопку Connect. Колонка должна выключиться и после этого она не будет включаться. Включаем колонку и удерживаем. 10 секунд плюс и Connect. Колонка выключилась. Теперь пробуем ее включить. Как мы видим, ничего не включается. Колонка не работает. Удерживаем обратно кнопку плюс и Connect. И как мы видим, ничего не срабатывает. То есть колонка полностью не откликается. Все, что нам надо сделать, это поставить ее на зарядку. И после этого колонка сразу же включается. Но проблема в том, что теперь ее нельзя подключить. То есть она не подключается к телефону. Вот, заходим в настройки. Charge 3. И как мы видим, она не подключается. Теперь отсоединяем от зарядки. И колонка выключается. Опять пробуем ее включить. Ничего не работает. Опять ставим ее на зарядку. Опять колонка включается. Но, как мы видим, ничего не работает. Все, что надо сделать, чтобы колонка опять начала работать, это удержать плюс и кнопку Connect 10 секунд. Вот, колонка выключилась. Теперь отсоединяем ее. Колонка включилась. Загорелся синий цвет индикатора. И она сразу подключилась к телефону. Мы видим то, что это работает не только на Boombox. Это работает также на JBL Charge 3. Это работает также на Extreme. То есть на всех больших колонках от JBL. Что еще можно здесь удержать? Давайте попробуем удержать минус и кнопку Connect. Попробуем удержать Play и Plus. Колонка выключилась. Включаем. И она начинает искать устройство. И она не подключается к моему устройству. Первое соединение с этой колонкой. То есть все заново. Play и Plus. То есть она как будто новая становится. Так. Минус и Play. Так. Колонка обратно выключилась. Включаем. Она автоматически подключилась к телефону. И как мы видим ничего не происходит. То есть все работает нормально. Теперь попробуем Bluetooth и Play. Как мы видим Play и Bluetooth вместе никак не реагируют на колонку. Вот все что известно на данный момент о функциях. Которые можно получить с помощью задерживания разных кнопок на колонке. Так ребята. Продолжаем искать уличный режим с помощью удержания кнопок. Bluetooth и Minus показал то что это не уличный режим. Так как колонка перегружается. А на уличном режиме на BombBox. Вот когда его включаешь таким образом. Вот сейчас светится дерево. Значит сейчас уличный режим. И никаких перегрузок на максимальной громкости нет. То есть никаких тресков. Ничего нет. Вот сейчас проверим. Вот такая разница в уличном режиме. То есть когда мы делаем домашний режим. Динамики сильнее двигаются. Получается более глубокий бас. А на уличном режиме динамики двигаются меньше. Потому что бас более жесткий. И нет никаких искажений. Соответственно Minus и Bluetooth. Отметается сразу на всех колонках JBL. Так как он вносит изменения в звук. Такие что звук начинает сильно искажаться на максимальной громкости. Люди многие пишут то что надо удержать Bluetooth и плюс. Давайте сделаем это. Вот мы видим все что тут. Сейчас горит домик. И если режим изменится соответственно загорится деревце. Разворачиваем и удерживаем плюс и Bluetooth. Вот загорелись две лампочки. И колонка погасла. Теперь все говорят то что колонку надо включить. И чудесным образом включится уличный режим. Включаем. Колонка подключилась. Разворачиваем. И смотрим. И горит уличный режим. Теперь делаем то же самое. Удерживаем плюс и Bluetooth. Вот колонка выключилась. Теперь мы ее включаем и должен быть домашний режим. Разворачиваем колонку. И смотрим. Все еще горит дерево. Все еще горит уличный режим. Не меняется, да? Давайте теперь попробуем сделать домашний режим. И удержать кнопки. Плюс и Bluetooth. Колонка выключилась. И сейчас при включении должен быть уличный режим. Колонка включилась. Подключилась к телефону. Смотрим. Горит уличный режим. Но проблема в том, что мы не можем включить домашний режим. То есть, чтобы его включить, надо удержать плюс и Bluetooth. После чего включить колонку. И должен включиться домашний. Но остается уличный режим. Соответственно, вернуться на домашний режим не получается. Давайте попробуем просто выключить и включить колонку. Проверяем. Остается уличный режим. То есть, мы никак не можем без этой кнопки вернуться на домашний режим. Вот только так мы на него возвращаемся. То есть, да. На колонке BombBox мы можем переключить режим с помощью плюса и Bluetooth на уличный режим. Но мы не можем вернуться назад на домашний режим. Соответственно, эта информация берется именно отсюда. Вот то, что переключить возможно в одну сторону, а в другую сторону нет. Соответственно, мы сейчас проверим на других колонках, как это работает. Вот у нас колоночка JBL Extreme. И на ней мы будем сейчас проверять, как это работает. Давайте сначала просто включим музыку и услышим, какой звук идет. Теперь удержим плюс и Bluetooth. Колонка выключилась. Теперь ее включаем. И по идее должен быть уличный режим. Соответственно, я не слышу, чтобы были какие-то изменения. Теперь пытаемся отключить так называемый уличный режим. И включаем колонку, чтобы проверить, как она работает на домашнем режиме. Опять пробуем. Включаем. И мы видим, что нет никаких изменений. То есть, как двигаются динамики сильно. И на одном, и на втором режиме. И одинаковый звук идет. То есть, ничего не включается другого. Никакой режим не включается и не выключается. Теперь берем колоночку поменьше. Может быть, в ней спрятан уличный режим. Давайте поищем его там. Для начала включаем колонку. И включаем музыку на максимум. Теперь пытаемся включить уличный режим. Плюс и Bluetooth. 10 секунд. Вот сейчас якобы включился уличный режим. Давайте слушать. Но прежде этого надо включить колонку. Теперь пытаемся отключить этот режим. Колонка выключилась. Включаем ее. Теперь должен быть обратно домашний режим. Как мы видим, нет никаких изменений по звуку. Бас не стал более жестким для улицы или для дома. И не стал более мягким. То есть, какой звук был, такой он и остался. Теперь берем колоночку JBL Charge 3. Возможно, в ней прячется уличный режим. Давайте его поищем. Включаем колонку. И проверяем звук. Теперь включаем так называемый уличный режим. Плюс и Bluetooth. Колонка выключилась. Включаем ее. И теперь должен быть другой режим. Теперь пытаемся выключить этот режим. Плюс и Bluetooth 10 секунд. Теперь включаем колонку. И теперь должен быть якобы домашний режим. Но, как мы видим, никаких изменений по звуку нет. Ну и для самых упоротых подписчиков, естественно, я проверю это еще и на колонке JBL GO. Держиваем плюс и Bluetooth 10 секунд. Притом колонка выключилась гораздо быстрее. Включаем. И, оказывается, это нажатие плюс и Bluetooth вообще скинуло настройки Bluetooth устройств. И пришлось заново подключаться к колонке. Теперь включаем музыку. Понятное дело, никаких изменений нет. Ну что, ребят, значит, вывод такой, что с помощью зажатия кнопки плюс и Bluetooth 10 секунд. Единственное, что можно сделать, это на бомбоксе включить уличный режим вместо домашнего. Но с помощью этих кнопок нельзя вернуть домашний режим. Чтобы его вернуть, необходимо сзади нажать вот эту кнопку для переключения режимов. Соответственно, даже если бы на других колонках включался уличный режим, вы бы не смогли потом включить домашний, не имея кнопки сзади. Это во-первых. Во-вторых, сколько я слушал другие колонки, включая и выключая этот режим, никаких изменений по звуку я не услышал. Вы можете думать что угодно и написать в комментариях ваше мнение на этот счёт, но я не нашёл никаких изменений по звуку, держивая эту комбинацию кнопок. Единственное, что известно, то, что меняет звук на всех колонках, это минус и Bluetooth. Она отключает все ограничения по звуку. То есть ни басы, ни высокие, ни средние не урезаются на максимальной громкости. И больше никакие кнопки не меняют звучание в колонках. Не забываем обязательно ставить лайки, писать комментарии и подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И всем удачи! Пока!